Стартовавший 29 августа саммит передовых научных исследований Times High Education собрал в Казани 250 участников из 20 стран мира. Мы знали Казанский федеральный университет как один из сильнейших университетов нашей страны, один из лидеров программы 5.100. Безусловно, интересно познакомиться с опытом коллег, которые добились достаточно хороших результатов. Особенно интересно сочетание междисциплинарности, которая присутствует у вас в университете и взаимодействие между различными университетами. Казанский федеральный университет изменился колоссально за последние годы. То есть здания, совершенно новые оборудования, люди. То есть видно, что Казанский федеральный университет сейчас действительно становится университетом мирового класса. Сюда приезжает множество экспертов в разных областях высшего образования и здесь есть уникальная возможность пообщаться с ними, узнать современные тренды, что происходит в мировом образовании, какие тенденции. Площадка для обсуждения самых актуальных вопросов, стоящих перед современной наукой и высшей школой, стал Казанский федеральный университет. На одном из этажей Института управления экономики и финансов развернулась выставка, где демонстрировались достижения Казанского университета в науке, технике, медицине и других отраслях. Особый интерес к этой выставке проявила замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Боровская. 30 августа в актовом зале и аудиториях Института управления экономики и финансов проходила активная работа по секциям. Бренд-менеджер Times High Education Саймон Чен рассказывал о стратегиях, которые могут применяться университетами для создания узнаваемого бренда, а также для укрепления их научной репутации. О развитии такого ключевого направления, как биомедицина, говорил руководитель Национальной службы здравоохранения Англии Малком Грант. Нужно отметить, что и в Казанском университете биомедицина относится к приоритетным научным направлениям развития. По итогам лекции слушатели могли задать спикеру все интересующие вопросы. Безусловно, опыт и те тренды, которые он обозначал, они очень интересны и они говорят о необходимости партнерства как между университетами, так и между университетами и индустрией. И это важно и для нас, но я думаю и для Казанского федерального университета, для которого биомедицина это больше 21%. Каждый из участников приехал на этот саммит со своими вопросами, ответы на которые он надеется здесь получить. Главный вопрос это интернационализация, образование, как ответ на все вызовы глобализации в мире и какие новые решения, новые ответы готовят университеты, что предстоит в ближайшее десятилетие, какие направления правильно выбрать. Мы ждем отсюда новых идей, новых идей для развития нашего университета, прежде всего для развития не как внутри, так и внешней коллаборации с партнерами, с индустриальными партнерами, с западными партнерами и так далее. Поговорили на тему эффективных партнерств и их роли в будущем нефтегазовом секторе. Председателем панельной дискуссии был руководитель стратегической академической единицы Каневтика ФУ Михаил Варфоломеев. Главной задачей саммита является объединение руководителей учреждения высшего образования и науки, представителей государственной власти, бизнеса и экспертного сообщества с целью обсуждения проблем высшего образования и пути преодоления. Я думаю, что одна из самых интересных возможностей здесь, это, как много мы имеем в виду, и как мы можем работать вместе, чтобы создать очень новый подход, чтобы выбирать интеллектуальный талант в Еурасии. Завершится саммит Times High Education 31 августа. Проведение такого масштабного события позволит расширить международное сотрудничество в области высшего образования и научных исследований. Анна Глазунова, Ленарда Влитяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова